Уникальный этап работ завершился на будовле моста Прасошу в Слауэрском районе. На объекте установили фермы пролетного будования для того, чтобы умоцевать конструкцию. Нагадаем, этот мост позволит жихарам так званого Засажеуя круглый год добираться до райцентра по самым коротким шляху. Поколь жихары Засажеуя добираются до Слауэрада вось по этому понтонному мосту. От ближайшего населенного пункта везки Дубна каля 10 километров. Але шлях это працует только у теплый сезон. У зимку мост убирают и доводится ехать у объезд. А гэта у 10 разо удалей. Миколай Никитенко у Дубни живе с 99-го года. За гэтыча знайшоу способ добраться до райцентра у зимку. Прасош пешу. Через лед. Через лед же это опасно. Ну, опасно, а приходится, если надо. Надо и за свет заплатить, надо и газ выписать, и за телефон, за телевизор, за все платить надо. Надо туда идти. Уси полсотни человек, что живут у населенных пунктах на левом березе Сожа, чакают моста. Спадяются, что везки почнут оживать, а пустующие хаты знов станут для когостей домом. Когда построят мост, такие службы, как медицинская, социальная, коммунальная и другие, будут иметь возможность более оперативно решать проблемы наших людей, которые считают себя отрезанными от района в зимний период. На думку районной улады, новый мост, гетто, новый шлях для развития экономики, туризма и социальной сферы. Будут ли вестись работы зимой? Будут вестись работы, которые позволяют технологии производства в зимнее время. Конечно, это отсыпка насыпи в первую очередь, устройство, скажем так, массивных конструкций, которые можно обогреть при бетонировании. Сгодно плана мост треба добудовать у 2019 годе. Однако у Могилёв автодары кажуть, калей проблем с финансованием не будет, объект подрыхтуют до эксплуатации у наступным годе. Причим на якость работ скорочение терминов не поуплывая. Алина Соловьева, Витальй Алексеенко, Новины региона.